1 апреля день, когда следует быть предельно осторожным, потому что никогда не знаешь, в ком из твоего окружения внезапно проснется Евгений Петросян. Галина Ермолинская, хозяйка патентного агентства во Владивостоке. День смеха – ее любимый праздник. Каждый год в этот день девушка придумывает десятки розыгрышей для своих друзей и близких. А чтобы успеть разыграть их всех, она даже специально берет на работе выходной. Я считаю, что это один из самых лучших праздников, гораздо лучше, чем Новый год, день рождения. Это не просто день дурака, это действительно день смеха, юмора. Нужно использовать его по полной. Жертвами Галины с самого раннего утра уже успели стать ближайшие родственники. На очереди подруга Катя, которая занимается художественным оформлением подарков. Изготавливает искусственные цветы, открытки и коробки. Сюжет розыгрыша – мифическому заказчику якобы необходим дизайнер, чтобы украсить цветами будущий холл отеля «Хаят» во Владивостоке. Я просто показала им твою страницу в Инсте, и они вот такими цветочками хотят украсить в холл в «Хаяте». Катя, ты просто представь уровень, ты можешь просто подумаешь. Да, да, потому что у них именно это все должно нависать очень много, они дают очень много месяцев. Ты просто представь уровень, просто украсить «Хаят». Ты почему так быстро отказываешься? Я понимаю, что это флористический салон, это флористики занимаются этим, я этим не занимаюсь. Я не могу делать больше. Может быть, ты хотя бы подумаешь. Оставлять букеты. Не-не-не, это вообще не мое. Прямо так вот сразу отказываешься? Нет, я такое не сделаю. Да потому что у меня другое совсем, абсолютно вообще это не то. Мое не то. У меня коробочки, у меня открыточки, у меня не то. Но может быть, подожди, давай тогда украсим коробочками и открыточками «Хаят». До последнего жертва розыгрыша на полном серьезе отказывалась взять на себя такую ответственность и принять участие в масштабном проекте. Спустя какое-то время Галине пришлось признаться, что все это не больше, чем первоапрельская шутка. Нелегко сегодня приходится не только друзьям Галины, которые не понаслышке знают о ее таланте сатирика, и на всякий случай каждое первое апреля на сутки вносят девушку в черный список, но также сотрудникам полиции. Количество ложных сообщений о преступлениях и ЧП в этот день традиционно увеличивается. Правда, сегодня пока ни единого такого случая зафиксировано не было. Есть статья 207, она так и называется «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ну, если шутить серьезно, да, и, соответственно, там ответственность за это до трех лет лишения свободы. Еще есть кодекс об административном нарушении. Там есть статья такая 19.13, которая говорит о том, что любая заведомо ложный вызов специализированных служб – это тоже нарушение законодательства, и за это налагается штраф в размере от одной тысячи до полутора тысячи. Между тем, наша съемочная группа решила выяснить у горожан, над кем еще. Кроме полицейских, 1 апреля лучше не шутить. Над близкими людьми лучше не шутить. На час мы лучше не шутить, я думаю. Почему? А вдруг потом не так поймет, и проблемы будут. В основном жертвами большинства опрошенных станут друзья, коллеги и старшие родственники. Свои первоапрельские исследования провели и социологи. Они составили примерный портрет первоапрельского шутника. Специалисты уверяют, что в целом мужчины более склонны к шуткам и розыгрышам, чем женщины. В группу главных первоапрельских приколистов входят россияне моложе 40 лет, имеющие высшее образование и высокие доходы, проживающие в больших городах. Так что 1 апреля зрите в оба или поезжайте в деревню. Там шансы, что первоапрельская шутка застигнет вас врасплох, минимальны. Марина Обрешева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.